Подразделения ВС Азербайджана должны быть в кратчайшие сроки выведены с территории Армении. В противном случае вся ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации ляжет на азербайджанскую сторону. Об этом сказал постпред Армении в ДКБ Виктор Биягов на заседании постоянного совета ДКБ 13 мая. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, Биягов подробно представил провокационные действия, осуществленные азербайджанской стороной на территории Сюникской области Армении, а также создавшуюся в результате этих действий ситуацию. Провокация, осуществленная Азербайджаном, прямое посягательство на суверенную территорию Армении, страны-члены ДКБ и серьезная угроза региональной стабильности и безопасности, сказал он. Поздно вечером 12 мая Совбез провел заседание, на котором И.А. премьер-министра заявил, что действия Баку в Сюнике являются посягательством против суверенной территории Армении и расцениваются как диверсионное продвижение. Министерство обороны Армении в среду подтвердило факт попытки перемещения азербайджанских войск в сторону границы на одном из участков в Сюникской области. По сообщению министерства, 12 мая утром ВС Азербайджана под предлогом «Уточнение границ» попытались провести определенные работы на одном из приграничных участков. После предпринятых армянскими подразделениями мер, азербайджанские военные прекратили эти работы. По данным армянских СМИ, азербайджанским военным выдвинули ультиматум. Азербайджанских военнослужащих на территории Армении вблизи озера Сеф-Лич, Черное озеро, заметил пастух из села Веришин, которому они угрожали оружием. Об этом заявил омбудсмен Армении Арман Татаян на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что с утра получает сообщение от жителей Гориса, Сесиана и села тех, которые заявляют о присутствии азербайджанских военнослужащих на территории озера Сеф-Лич, находящегося в границах Армении. По сообщениям граждан, пастух находился на территории между озером и населенными пунктом Веришин, когда заметил азербайджанских военных. Эта территория находится под контролем Армении и еще с советских времен используется жителями общин в качестве пастбища. После того, как пастух заметил азербайджанских военнослужащих, они стали угрожать ему, показывая оружие. По оценке жителей и администрации общин, азербайджанские военные продвинулись вперед от озера и разместились в нескольких километрах от населения. Прилегающие к озеру территории имеют жизненно важное значение для жителей приграничных населенных пунктов. Они используются в качестве пастбищ. Кроме того, они являются источником питьевой и оросительной воды, подчеркнул омбудсмен, добавив, что речь идет о городах Сесиан, Горис, а также селах Тех, Хнацах, Вагатур, Хознава, Веришин и т.д. Омбудсмен Армении отмечает, что действия азербайджанских военнослужащих грубо нарушают право жителей армянского приграничья и имеют целью терроризировать их. Присутствие азербайджанских военных лишает их возможности заниматься скотоводством, единственным источником дохода, использовать пастбище, создает проблемы в плане доступности питьевой и оросительной воды, а также реальной угрозой их жизни и безопасности. Вышеописанные действия азербайджанских военнослужащих являются откровенной провокацией против населения Армении. Защитник прав человека констатирует, что незаконное продвижение азербайджанских военных следует рассматривать в свете предыдущих инцидентов, когда азербайджанские военнослужащие забросали камнями автомобиль с армянскими номерами, напали на пастуха в окрестностях села Равуз, не вернули крупный и мелкий рогатый скот и других. Эти действия следует рассматривать также в контексте, проводимой азербайджанскими властями политики ненависти и вражды в отношении армян. Это вредит процессу установления мира в регионе, отметил омбудсмен. Арман Татаян намерен предъявить данное заявление в международные инстанции, констатировав, что случившееся вновь подтверждает необходимость скорейшего создания в Сюникской области зоны безопасности. Напомним, в СМИ и с сетях распространились информация о том, что в районе горы Ишхана Сарсюникской области противник начал военные действия. Заместитель мэра Гориса Ирина Ялян написала на своей странице в Facebook, что противник перешел границу и продвинулся на 3 километра в сторону села Веришин. Министерство обороны Армении в среду подтвердило факт попытки перемещения азербайджанских войск в сторону границы на одном из участков в Сюникской области. По сообщению министерства, 12 мая утром ВС Азербайджана под предлогом «Уточнение границ» попытались провести определенные работы на одном из приграничных участков. После предпринятых армянскими подразделениями мер, азербайджанские военные прекратили эти работы. Сейчас идут переговоры по урегулированию ситуации. Сегодняшние спекуляции по инциденту в Сюникской области были не случайны. Об этом заявил журналистом председатель парламентской комиссии по обороне и национальной безопасности Андраник Кочарян. По его словам, это кому-то нужно, особенно перед выборами, но это вовсе не нужно Армении и системе ее безопасности. Если говорить о сегодняшнем продвижении противника в сторону горы Ишханасар в Сюникской области, то позицию они заняли такую, что в результате даже небольшой операции окажутся в окружении. На военном языке это называется неудерживаемая высота, таких много и у армянской стороны, добавил депутат. Где-то продвигается одна сторона, где-то другая, когда представляется удобная возможность. Этот вопрос можно решить окончательным посредством подписания договора о разделе границы, если об этом будут идти переговоры. Сейчас переговоры ведутся по конкретным инцидентам с участием российской стороны, отметил Кочарян. По его словам, азербайджанцы сидят на высоте, занимать которую не имеют права. Они нашли карту 1974 года, забрались на высоту и говорят, что расположенная на ней позиция принадлежит им. Теперь же все связанные с уточнением границ вопросы должны быть уложены на договорной основе. Вместе с тем, считает Кочарян, подобные инциденты продолжатся с обеих сторон. Возникает вопрос, зачем вергать людей в панику и что имеет в виду Ваги Акопян, бывший губернатор Сюникской области, редакцией, когда говорит, что знает о том. Что происходило? Он там всю ночь стоял. Или, может, на вертолете кружился. Смысл таких слухов понятен, грядут выборы, и Сюник хотят сделать предметом спекуляций. Вот противник этим и пользуется, добавил Кочарян. По его словам, дело доходит до того, что со ссылкой на надежные источники передается информация, будто в Сюникскую область якобы перебрасывали военных из других частей и называли эти части. Что касается азербайджанской стороны, то там все чаще звучат заявления о том, что военное присутствие России в контексте конфликта не столь желательно. Власти не заявляют об этом это сами, но и не пресекают таких заявлений, добавил он. Командующие и офицеры контингента погранвойск РФ продолжают участвовать в решении возникающих вопросов, добавил Кочарян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова